Весна 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 Первое мая – это день был и остаётся для всех нас символом мира и созидания, дружбы и согласия. Для всех поколений Первомай дорог причастностью к славному историческому прошлому нашей Родины, верой в счастливые перемены. Как и раньше, он вызывает ассоциации с важнейшими человеческими ценностями – свободой и справедливостью, сплочённостью и оптимизмом, говорит Людмила Шапарь, жительница станицы Черноярковской. Это гордость за наше поселение, за наш край, за наш славянский район, за нашу станицу Черноярковскую в первую очередь. Да, мы все дружно, все своим поселением собрались, чтобы гордостью пройти по этой площади. Славянский район – территория спорта. Неоднократный победитель и призёр краевого смотра конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы в Краснодарском крае. На территории района работают 13 спортивных учреждений. Ведут работу 24 федерации спорта. Более 50 тысяч славянцев занимаются физической культурой и спортом. Гордостью отделения спортивной гимнастики являются Мельникова Анастасия, Захарчук Алина, Супраца Марина, Залога Арина, Кириченко Анна, многие из которых являются победителями и призёрами соревнований в крае и Южном федеральном обруге. В праздничной демонстрации приняли участие спортсмены отделения Тэквондо Славянского района детской юношеской спортивной школы Станицы Петровской, возглавляет которую Вячеслав Зосим. В составе колонны Петровского поселения воспитанник спортивной школы отделения вольной борьбы Захар Ананьев. Его грудь украшают десятки медалей. Это награды за участие в соревнованиях по вольной борьбе различного уровня. Такого успеха, признаётся спортсмен, удаётся добиться благодаря постоянным тренировкам. Мы ездим на сборы. Были на сборах в Дагестане. Сейчас проходят сборы в городе Краснодаре. Мы только вчера приехали с них. Много людей. Есть с кем побороться, поднимать свой уровень, свою квалификацию. Мой долг какой-то патриотический, потому что всё-таки праздник. Я не мог это пропустить. Для меня это главное, что я пройду, покажу себя. В шествии приняли участие воспитанники и преподаватели учреждений дополнительного образования. Продолжает шествие празднично украшенная колонна Центра развития творчества детей и юношества. Директор Тамара Петровна Модренко. В этом учебном году Центр завоевал статус экспериментальной площадки в рамках национальной российской программы. По итогам участия в творческих конкурсах более ста воспитанников Центра заняли призовые места. В составе коллектива педагоги, ветераны труда, почётные и заслуженные работники отрасли образования российской генерации. День весны и труда объединил педагогов, детей и родителей, жителей города разных поколений. Впервые на главной площади города прошла праздничная колонна дошкольных образовательных учреждений. В настоящее время детские сады Славянского района посещают более 5,5 тысяч ребятишек. Их воспитанием занимаются около 500 педагогов. Современный детский сад – это центр нравственного, эстетического и патриотического воспитания самых маленьких граждан. По главной улице города прошла колонна общеобразовательных учреждений. Школы района по праву гордятся победителями и призёрами районных зональных краевых олимпиад, научных конференций, дипломантами всероссийских интеллектуальных конкурсов. Активная жизненная позиция, целеустремлённость, вера в свои возможности, профессионализм, педагогов, общеобразовательных учреждений помогли учащимся достичь значимых успехов в учёбе, творчестве, спорте. Их победы, призовые места стали достойным вкладом в интеллектуальный творческий потенциал города и района. Вместе к нам, педагогов и учащихся школы номер 18, директор Пышная Людмила Ефенична, почётный работник общего образования, депутат Царина Славянского городского поселения, передиколады победители и призёры районного конкурса «Учитель-2016». Остапенко Татьяна, Скрипникова Светлана, Толстомрува Юлия, учестник приоритетного национального проекта образования «Филориалка Татьяна». Дружно шикают активисты, победители конкурсов краевого, сельскохозяйственного и международного уровня, научно-исследовательских работ. На театральной площади города всех поприветствовали и поздравили с праздником «Весны труда» преподаватели и студенты средне-специальных и высших учебных заведений. Студенты района занимают активную жизненную позицию, ведут здоровый образ жизни. Яркое подтверждение этому – призовые места в спортивных, творческих и научных конкурсах и соревнованиях. Праздничные молодые преподаватели и студенты старейшего на Кубани Славянского, сельскохозяйственного техникула, директор-кандидат педагогических наук Дмитрий Евгений Викторович. Начиная с 1927 года, техникум готовят кадры для работы в сельском хозяйстве. В техникуме работает сильный педагогический коллектив. Подготовку специалистов ведут 62 опытных преподавателя. В учебном заведении ведется подготовка специалистов по 10 направлениям, 5 из которых обретают недавно. В 2012 году в техникуме произошло знаменательное событие – открытие ресурсного центра по подготовке кадров в области техносферной безопасности «Спасатель». Педагоги и студенты с достойными кадрами в завтрашний день. Ура! Творческие коллективы техникума, дипломанты городских и краевых конкурсов, спортивная слава техникума – это призовые места спортклуба «Темп» в спортивных соревнованиях города и края. Высокий уровень подготовки выпускников обеспечивает победы и призерство в олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. У коллектива техникума славное прошлое, уверенное настоящее и перспективное будущее. Основа развития Славинского района – это эффективная экономика. Предприятие – это слава и гордость нашей малой родины. Одна из самых ярко украшенных колонн была у коллектива закрытого акционерного общества «Славпром». Сегодня «Славпром» – это современное виноградерское и винодельческое предприятие с перерабатывающей мощностью 6,5 тысяч тонн винограда в год. А собственные виноградники – залог качественного продукта. «Славпром» – первый в России производитель кошерного вина. Директор предприятия Жанна Викторовна рассказала, как проходила подготовка к демонстрации. «Вообще работает где-то у нас 85 человек, но пришли вместе с членами семьи, с детьми, с внуками, поэтому такой праздник, настроение хорошее. Работали до самой последней минуты, честно говоря, поэтому с работы сразу на торжество. Успели уже сегодня всё. И в церковь сходите, на парад пришли красивые, нарядные, детей поздравите, себя поздравьте. И всех славянцев поздравляем с праздником. Всем здоровья, счастья и благополучия». В демонстрации приняли участие сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Славянск.ЭКО». Это современный производственный комплекс, выполняющий переработку углеводородного сырья. Всего в состав холдинга входит 12 предприятий. Более 100 автозаправочных комплексов, расположенных в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Праздничная украшена Залона возглавляет исполнительный директ депутат городского совета Вытринцев Денис Иванович и председатель первичной профсоюзной организации Желковников Константин Владимирович. В Славянске их работают уже 10 лет. Это современный производственный комплекс, выполняющий переработку углеводородного сырья. Всего в состав холдинга входит 12 предприятий. Более 100 автозаправочных комплексов. Расположенных в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. То есть в составе предприятий накопили Вороняц Роберт Васильевич, Вороняц Валерий Васильевич, Гудово-Лепила, Малый Григорий, Бабаян Аркадий. Продолжили демонстрацию открытое акционерное общество «Славянский кирпич». Это самый современный кирпичный завод в Европе, один из самых крупных в России. Предприятие производит продукцию высокого качества. Экологическую и долговечную. Первый заместитель генерального директора, заслуженный строитель Кубани Юрий Показанцев, признается, что с этим праздником у него много приятных воспоминаний. В этом празднике мы участвуем не первый раз, поэтому опыт подготовки к празднику у нас уже есть. Хотелось показать именно продукцию славянского кирпича, что и было сделано, украшена таким образом машина. Транспаранты, флаги. В первую очередь, 1 мая ассоциируется почему-то с коммунистическими временами, будучи студентами, школьниками. Этот праздник он отмечался всегда. И я очень рад, что он возродился именно в этой традиции. Все-таки 1 мая – это праздник весны, труда. И приятно смотреть, когда все организации города вышли на этот праздник. В демонстрации принял участие коллектив ОАО «Маслосырзавод Славинский». Почти 60 лет завод занимается переработкой и выпуском молочной продукции, которая реализуется на Кубани и в других регионах России. Завод гордится успехами. Качество выпускаемой продукции отмечено золотыми медалями. Для нас это праздник 1 мая – это в первую очередь память людей. Это в праздник весны, солнце, единение коллектива. Ну, как? Собирались на 1 мая, как на 1 мая. Как это делается из года в год уже длительное время. 1 май отмечен особым чувством солидарности. Единство людей разных профессий, званий, политических убеждений, стремлений жить достойно, работать так, чтобы труд приносил радость от созидания, благополучия и достаток в наши дома. Это праздник, который не подвластен времени. Из года в год, из поколения в поколение, люди будут собираться, чтобы по старой доброй традиции пройти колонной со своим коллективом, порадоваться празднику и поздравить друг друга. Тина Копачевская, Алена Лавринова, Александр Косицын, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Специально для праздничного выпуска программы события.